Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Пока весь мир замер в ожидании появления фиктивной вакцины от коронавируса в надежде, что она остановит пандемию и распространение инфекции, эксперты Всемирной Организации Здравоохранения призывают население планеты не расслабляться. В ВОЗ заявили о том, что коронавирус останется с нами навсегда, его не удастся искоренить вакцинами, а коронавирусная пандемия не последняя, и человечеству следует готовиться к следующим, которые могут стать более тяжелыми. В ВОЗ призвали людей научиться жить с ковидом, так как он повлияет на жизнь не меньше, чем в свое время появление ВИЧ и СПИД. Такой неутешительный прогноз озвучил профессор Дэвид Хейман, председатель стратегической технической консультативной группы ВОЗ по инфекционным угрозам, передает Guardian. Судя по всему, SARS-CoV-2 станет идентичным, как и четыре других коронавируса человека, и что он будет продолжать мутировать по мере размножения в человеческих клетках, особенно в областях с более интенсивным распространением. Существование вакцины даже высокой эффективности не является гарантией устранения или искоренения инфекционного заболевания, предупредили эксперты ВОЗ. Более того, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан вовсе полагает, что пандемия коронавируса может быть не последней, и в следующий раз может стать более масштабной и тяжелой. Эта пандемия была очень серьезной, она затронула все уголки планеты, но она не обязательно является самой масштабной. И это тревожный звонок, подчеркнул Райан. Главная научная сотрудница ВОЗ Сумьясвамина Тан в свою очередь отметила, что вакцинация против вируса не означает, что меры общественного здравоохранения, такие как социальное дистанцирование и масочный режим, можно будет прекратить в будущем. По ее словам, первая роль вакцины будет заключаться в предотвращении симптоматических заболеваний, тяжелых заболеваний и смертей. Но еще предстоит увидеть, уменьшат ли вакцины количество инфекций или предотвратят передачу вируса людям. Я не верю, что у нас есть доказательства относительно какой-либо из вакцин, чтобы быть уверенными в том, что она действительно предотвратит заражение людей и, следовательно, возможность ее передачи. Поэтому я думаю, нам нужно предположить, что люди, которые были вакцинированы, также должны принимать такие же меры, предосторожности, как и другие, добавила она. Важно отметить, что основатель компании Microsoft и один из богатейших людей планеты Билл Гейтс прогнозирует, что пандемия коронавируса закончится в 2022 году, но он надеется, что в течение 2021 года показатель распространения вируса удастся снизить благодаря вакцине от коронавируса. Гейтс оптимистично настроен на то, что пандемия не будет длиться вечно. Глава представительства ВОЗ в Украине Ярна Хабхитт ранее же отмечал, что коронавирус не удастся победить как минимум ближайшие два года. Он предупреждал украинцев, что никто не знает, как вирус поведет себя в будущем, поэтому призывал людей приспособить свою жизнь таким образом, чтобы сосуществовать с коронавирусом параллельно. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами, до встречи!